Дорогие ребята, дорогие друзья, я должен признаться, что не понимаю людей, вот, если честно. Хочу извиниться за свой внешний вид, наверняка я выгляжу как-то не так, вот. Я бы хотел с вами поделиться одной истиной. Развитые, великие существа не пиздят, вот, а большинство людей любит поговорить. Малословные существа с развитыми умами. Я не говорю о себе, но в принципе. То есть, например, если мы возьмем искаженное учение, махаянщину, то есть много людей, много так называемых учителей, которые любят поговорить, вот, например, Далай-Лама, ну и там, всякие подобные. Существа с развитыми умами самодостаточны. Они любят тишину, спокойствие, уединение. Им не надо общения с людьми, они избегают людей. Вы о них не знаете. Вы о них не услышите никогда. Имен их не узнаете. Некоторые из них даже хотят, чтобы о них никто не знал. Наверное, я не понимаю людей, потому что у меня зачастую просто нет мыслей. Вот. Но я вот чем хотел поделиться главным образом. Учение Будды работает. То есть, те сутты, сохраненные, что дошли, добрались до наших дней, их можно послушать на русском языке. Некоторые думают, чтобы закончить сансару, чтобы выйти из игры, нужно приложить неимоверные усилия, уединиться в лесу, медитировать подолгу. Я вообще не знаю, что такое медитация. Слово какое-то непонятное. Зачем оно мне надо? Я не сажусь, не скрещиваю ноги. Здесь нечем хвалиться, но дело в том, что, чтобы выйти из сансары, достаточно обладать, ну, я не знаю, скажем, четырьмя вещами, чтобы по-простому примем такую схему. Достаточно обладать верой в Будду. То есть, на самом деле, понимать, признавать, верить в то, что родилось какое-то время назад на нашей планете существо. Скажем, 2600 лет назад. Развитое существо с развитым умом, с развитыми качествами. Которое стало Буддой. Учителем богов и людей. И которое идеально, совершенно и полно предоставило нам знания, Дхамму. У которой были последователи. Санха, учеников. Вот это три качества, которыми нужно обладать. Просто естественным образом. Оно должно у вас наличествовать. Просто вы знакомитесь с Дхаммой и понимаете, что это правда. Ну, а четвертое, это, наверное, какими-то моральными качествами нужно владеть. Но это также естественным образом приходит в доброжелательность. Что я хотел сказать. Дхамма, сутты, это не просто тексты. Они работают. Дхамма, сутты, это не просто тексты. Продолжение следует. Продолжение следует.